В эфире служба новостей СОРОВ24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске о мерах поддержки граждан и экономики. Президент России Владимир Путин провел очередное совещание. Техногенная катастрофа. 26 апреля Международный день памяти о катастрофе в Чернобыле. Монолитные работы завершены, когда достроят детскую плитклинку на Чапаева. Далее расскажем во всем подробно. Экономика страны стабилизируется, инфляция замедлилась, а цены на ряд товаров снижаются, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Также президент озвучил новые меры поддержки экономики и дал соответствующие поручения правительству. Срок действия программы льготной ипотеки, истекающей 30 июня, продлят на полгода. Ставка по ней может быть снижена с 12 до 9% годовых. С таким предложением на совещании по экономическим вопросам выступил президент России Владимир Путин. Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогноза. И чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагают снизить ставку по льготной ипотеке. С 12% мы не так давно установили до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Серьезной проблемой для многих компаний президент назвал дефицит оборотных средств на закупку сырья, комплектующих на выполнение работ. Чтобы его восполнить, он предложил две меры. Первую – расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, распространить ее не только на системообразующие предприятия, но и на те, которые превысили критерии малого и среднего бизнеса и работают в производственных отраслях. Второе – для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов. Мы много говорили по разным инструментам поддержки, говорили о высокой ставке, я сейчас об этом только что вспомнил. Говорили о различных механизмах поддержки предприятий и отраслей. Вот это такая системная мера, просто системная практически для всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год. В список организаций не войдут экспортеры, компании финансовой сферы, оптовой торговли, а также организации бюджетного сектора. Точный перечень отраслей определит Кабмин. Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит второй квартал этого года. А для производственных предприятий отсрочка распространится и на третий квартал. По оценке такая мера затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она позволит сохранить у бизнеса около 1,1 триллиона рублей во втором квартале, а еще полтриллиона рублей в третьем квартале. Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков. Путин попросил Кабмин подготовить предложение по критериям такого льготирования и поручил Минфину предусмотреть компенсацию выпадающих доходов вне бюджетных фондов. 26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная авария за всю историю атомной энергетики. Несмотря на обилие новейшей техники, главной движущей силой ликвидации последствий катастрофы были люди. Специалисты и простые работники, которые своими руками возводили саркофаг над разрушенным энергоблоком. Название маленького советского города Чернобыля в считанные дни облетело весь мир и стало олицетворением ужасающей техногенной катастрофы. Впервые в истории человечества научные достижения показали свою оборотную сторону. Ядерный реактор 4-го энергоблока атомной станции вышел из-под контроля, взорвался и загорелся. В течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года происходил выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки. После чего упал в тысячи раз и в дальнейшем продолжал уменьшаться. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. Почти 8,5 миллионов человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации. Сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысяч квадратных метров. Из них около 60 тысяч находятся за пределами бывшего СССР. Существенно загрязненными оказались территории Украины, Белоруссии и Европейской части России. Рабочие, ученые, военные и добровольцы выполнили в 1986 году беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению посредствий Чернобыльской аварии. Благодаря им удалось избежать более ужасающих последствий. Дозиметры убрали их, обмеряли их и смотрели дозы, могут ли люди там работать. И составляли картограммы полей для того, чтобы определить время работы людей на том или ином объекте, чтобы не было переоблучения. Вот основная была задача отдела дозиметрического контроля. То есть они были первыми везде, а потом туда шли и строители, и другие работающие. В зону отчуждения Юрий Павлович Демин отправился в 1988 году. Там он три месяца был заместителем начальника отдела дозиметрического контроля и радиационной безопасности. База находилась в самом Чернобыле. В машинном зале четвертого блока нужно было провести ремонтные и строительные работы, вспоминает Юрий Павлович. Длиной он был 80 метров и высотой 9. Перед отделом стояла задача определить, сколько люди могут там работать и на какой высоте. Надували гелием шары, привязывали шпагат и на этот шпагат вешали дозиметры, накопители. Далее наши дозиметристы бежали туда далеко вперед, опускали шары, которые поднимались вверх. И вот эти вот все дозиметры сверху донизу собирали информацию, на какой высоте, где, сколько, какая доза. На основе полученных данных составляли картограмму, благодаря которой работники понимали, сколько могут провести там времени. Памятная дата 26 апреля – повод напомнить обществу о героическом подвиге ликвидаторов, которые ценой своей жизни и здоровья спасали миллионы людей от пагубных последствий радиации. В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе при предложительности учебного процесса более трех часов. Ученики начальных классов в соответствии с законодательством обеспечиваются горячим бесплатным питанием не менее одного раза в день. Между тем, в начальных классах у детей в течение дня может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания детей в школе может составлять до пяти часов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России 10 недель подряд снижается заболеваемость COVID-19, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, за последние четыре недели показатель заболеваемости снизился на 33%. Ведомстве отметили, что дальнейшие улучшения эпидемиологической обстановки будут зависеть от соблюдения гражданами мер безопасности и прохождения ревакцинации. Доля штамма «Омикрон» среди всех случаев коронавируса за последнюю неделю снизилась с 98% до 94%. Более 5000 фотографий героев помогли изготовить бесплатно участникам акции «Бессмертный полк» в Нижегородской области. С 2017 года Министерство социальной политики Нижегородской области оказывает помощь жителям региона, которые хотят принять участие в шествии, но у них нет материальной возможности распечатать фотографию. Нижегородцы могут обратиться в Управление социальной защиты населения района по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт и фотографии своего героя, участника Великой Отечественной войны. Всем гражданам будет оказано содействие в изготовлении печатек, серокопировании фотографий на бесплатной основе. В этом году за помощью в распечатке фотографий обратилось более 600 человек. Почти два года жители дома на селке на 46 наблюдают из окон застройкой детской поликлиники. Изначально ее должны были сдать в 2021 году, но из-за проблем с подрядчиком сроки сдвинули. Наконец, сейчас забрежила надежда, что здание успеют достроить в этом году. Строительство новой детской поликлиники находится под контролем различных органов власти всех уровней Федерального медико-биологического агентства. На прошлой неделе объект посетил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Паншин. Написал в своем аккаунте ВКонтакте глава города Алексей Сафонов. Монолитные работы завершены. Внутри уже возвели 8 тысяч квадратных метров перегородок. Как на всех строительных объектах, из-за непростой экономической ситуации есть сложности с поставщиками, но они решаемы. Подрядчики на установку окон и работу по заливку полов найдены. Контракты с ними заключены. После майских праздников планируется начать кровельные работы и обустройство фасада. В апреле о сроках строительства рассказал главный врач клинической больницы номер 50 во время прямого эфира с жителями города. Сроки сдачи объекта остаются прежними. Это декабрь 2022 года. Работа идет и у нас есть надежда, что все закончится именно в те сроки, которые были озвучены ранее. За работами на объекте будут и дальше вести контроль на всех уровнях. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Фонд будет готов к работе с 1 января 2023 года. Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате все социальные выплаты будут предоставлять максимально оперативно и удобно. Кто лучший предприниматель Сарова? В городе стартовал ежегодный конкурс среди бизнесменов и самозанятых. Это возможность заявить о себе, получить дополнительную рекламу, мотивацию и вдохновение для роста и продвижения бизнеса. 26 мая все предприниматели нашей страны отмечают профессиональный праздник. По традиции, к этому дню в Саровой проходит конкурс среди тех, кто занимается разными сферами бизнеса. Состязание среди предпринимателей названия лучшего проходит в три этапа. Сейчас на первом идет сбор заявок. Он продлится до 10 мая. Организаторы отмечают, что участие в конкурсе – это возможность заявить о себе, рассказать городу, что представляет из себя ваш бизнес. Нам необходимо небольшое описание бизнеса. Также это служит своего рода рекламой, потому что, когда мы выставляем народное голосование, мы описываем каждого предпринимателя, то, чем он занимается, чтобы жители имели представление, кто это. Конкурс проходит по восьми номинациям. Это давно знакомый успешный старт для тех, кто открыл свое дело в прошлом году. Прорыв года для предпринимателей, которые перепрофилировали деятельность, открыли новые офисы и точки продаж. Бизнес-леди и бизнесмен для женщин и мужчин-руководителей, соответственно. Добавятся и новые номинации. Социальная ответственность – лучший молодой предприниматель, лучший в своем деле и достояние Сарова. В этом году мы сделали внеконкурсную номинацию. Жители нашего города будут сами предлагать, по их мнению, лучшего народного предпринимателя. Также на конкурс могут заявиться и самозанятые. После сбора заявок организаторы сделают голосование в социальной сети ВКонтакте по каждой номинации. В случае с народным предпринимателем жители будут предлагать варианты в комментариях. Сделать свой выбор в каждой номинации саровчане смогут с 12 по 19 мая. Третий этап – экспертный совет. В который входят представители ВНИЭФ, администрации города и также предприниматели-победители прошлых лет. Экспертный совет тоже будет по данным номинациям предлагать лучших. Стоит отметить, что важно на день подачи заявки не иметь задолженности по налогам. Это единственный, наверное, такой довольно-таки сложный критерий в наши времена, но тем не менее. Кроме того, есть и внеконкурсные номинации, которые не выставляют на всеобщее голосование – промышленность, инновационный сектор и меценаты. Эти люди будут отмечены на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Лучший предприниматель Сарова», которая пройдет в конце мая. Екатерина Пенова, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И к новостям спорта. В минувшее воскресенье в Мещарском фоке Нижнего Новгорода состоялся чемпионат Нижегородской области по хоккею среди студенческих команд. Соревнования завершили официальный областной сезон по хоккею. В турнире приняли участие шесть вузовских команд. По итогам ледовых поединков команда хоккеистов Саровского физико-технического института стала призером чемпионата и расположилась в итоговой турнирной таблице на втором месте, уступив первенство команде Нижегородского государственного инженерно-экономического университета из Княгинина. Турнир прошел шикарно. Мы сделали все, что могли. Но вот в последней игре мы не реализовали много моментов, которые могли реализовать. И из-за этого выступили как раз команде Княгинина. Всех благодаря с окончанием турнира. Все молодцы. Спасибо. Организаторы соревнований Нижегородская областная федерация хоккея и Министерство спорта Нижегородской области. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин